У Байдена появился третий конкурент на Праймере. С начала президентской кампании официально объявил Роберт Кеннеди, представитель самого известного политического клана США, племянник президента Кеннеди и сын сенатора Кеннеди. Роберт Кеннеди идет на выборы с обещаниями бороться со сращиванием государства и корпорации, то что он называет новым корпоративным феодализмом. Он считает нынешний раскол США самой большой опасностью для страны со времен гражданской войны и обещает как-то смягчить все противоречия в американском обществе. Впрочем, больше всего Кеннеди прославился борьбой с локдаунами и вакцинацией. Он даже выпустил книгу, где призывал посадить доктора Фаучи ответственно за борьбу с ковидом. Он читает гарантийную политику госпереворотом против западной демократии. При этом Кеннеди идет на праймере с демпартией, хотя большинство демократов как раз поддерживали карантинную вакцинацию. В вопросах рейтинги Кеннеди довольно неплохи. Его готовы поддержать до 14% демократов против, например, 65% сторонников Байдена. Еще один конкурент Байдена, New Age гуру Мэрин Уиллемсон, набирает лишь 3-5% в вопросах. Показательно, что они оба уже выдвинулись в президенты, пока сам Байден медлит с началом предвыборной кампании. Кеннеди и Уиллемсон вряд ли смогут сопоставить реальную конкуренцию Байдену, однако они способны расколоть партийный электорат, сограв на недовольствие населения политикой Байдена. А бенефициаром этого может стать Трамп, консолидирующий вокруг себя республиканцев, пока демократы увязли в расколе.